Хотелось бы сказать, что нет, но да. Начнем с того, что меня там называют матерью. Советов меня не спрашивают, они меня учат, причем каким-нибудь новым словечком. Ну нет, у нас хорошее взаимоотношение с командой, в принципе. Проблем нет. Они меня не то что слушают, прислушиваются ко мне, и поэтому проблем не возникает. Сейчас, конечно, такая молодежь пошла немножечко деловая. Когда я была молодой, мне говорили, иди тащи мечи, и я перлась с этими мечами. Сейчас же они начинают. Почему мы? Почему я? Сказали, иди делай. Мы же делали. Все через это проходят. Поэтому ничего страшного, нормально. Потаскают, вырастут, следующему поколению будут передавать. Обидных было так много. Я рассказывала про Локомотив первый тур. Я заработала пенальти. Обида. Проиграли 1-0. Был, не помню какой тур, с Енисеем. Мы проигрывали 1-0. Отыграли 1-1. Пропустили 2-1. На последних минутах мы с Андреевым побежали в атаку. Сравняли счет. Прошло 5 секунд. Нам забили. На этом матче окончен. 3-2 проиграли. Что после этого было в раздевалке? Тренер рвал и металл, или во мне чего было ему сказать? Тогда еще был Лаврентьев. Мне кажется, он был в шоке. Потому что нам так быстро забили, что я сама была в шоке. Я не успела дойти до своей позиции в мяч в воротах. О боже, что произошло. Я не помню, на самом деле, что было в раздевалке. Наверное, была печаль. Радость. Последние три игры мы играли очень неплохо. Радость как таковой. Наверное, она была с Зенитом, когда мы сыграли 1-1. Не то, что мы сыграли 1-1, а потому что игра сложилась достаточно хорошо. И от этого было приятно. Лично у меня мысли были. В том плане, чтобы проверить свои силы. Смогу ли я сыграть не только с молодыми, смогу ли я вообще контактировать с людьми в других командах. Это было. Но продолжаю играть в Чертаново. И не факт, что куда-то уйду. Я уже настолько привыкла. И они привыкли ко мне. И поэтому допустим. Допустим. Не в ближайшее время, конечно, но когда я закончу с футболом, когда захочу закончить, я думаю, что я останусь в структуре Чертаново. Ну, я приехала в Чертаново и, скорее всего, там и останусь. Станешь легендой клуба, да? Ну, я вообще-то уже легенда. Тут не поспоришь. Будет интереснее играть. Команд будет больше, новые люди. Мне кажется, в первой лиге гораздо больше игроков, нежели в суперлиге. И поэтому всех девочек с первой лиги поднять, и они будут развиваться. И мы будем развиваться. А так мы играем между собой уже 50 лет. Все друг друга уже знают. Поэтому чем больше команд, тем лучше, тем интереснее. Мне кажется, что разное, но все зависит от моего настроения и как складываются вообще обстоятельства вокруг меня. На поле ты более агрессивная, чем в жизни, да? Была раньше. Сейчас нет. С каждым годом, мне кажется, я становлюсь все добрее и добрее. А мне нужно становиться, мне кажется, все жестче и жестче, чтобы контролировать свою молодежь. Нет. Я просто даже об этом не думаю. Даже сейчас не думаю. Я настолько люблю футбол, что пока не готова оставить его. Как он без меня. Или как я без него. Поэтому нет. Минимум. Времени нет. В то время, допустим, когда играют, мы всегда тренируемся. Поэтому такого нету, что я прям слежу, смотрю. Нет. Футбол я, в принципе, смотрю, когда у меня есть время. Но за какой-то определенной командой, нет, я не слежу. И кумира у меня тоже нет. Ну, мне нравится несколько игроков, конечно, но прям кумир-кумир. Такого у меня нету. Ну, кто нравится? Марсела. Хочу мяч обрабатывать так же, как он. Правда, не получается. Ну, наверное, Реал. Больше Реал. Ну, в принципе, и Барселону тоже интересно посмотреть. Мы сейчас играем почти как Барселона. Ну, у нас тренер новый. Поэтому он нас заставляет играть короткими передачами низом. Он говорит, вот смотрите, как Барселона играет. Учитесь. Поэтому, может, и на Барселоне тоже было бы интересно. Вообще, если идет предсезонка, то в любую свободную минутку я сплю. Восстанавливаюсь. Когда же ты сериал смотрела? Ну, сейчас. Тренировки вечером я просыпаюсь, займусь делами. Потом смотрю сериалы, когда есть свободное время. Иду на тренировку. Ложу спать. Спать – это мое любимое кредо. Это мое кредо, точнее. Спать. Все. Блин, я его посмотрела вообще, мне кажется, за два дня. Прям за одну минуту, мне кажется. Так быстро кончился, так обидно. Но интересно, мне понравилось. Нравилось, да? Я тоже жду второй сезон. Все серии тебе понравились или были скучноватыми? Все серии понравились, но удивило то, что потом я начала на YouTube смотреть что-то про него, но в фильме никто ничего не замечал. А там столько подсказок было. Это удивило. Ну, это сериал топ-1 в этом году для тебя? Ну, еще есть. Топ-1, топ-1 с половинкой. Бумажный дом мне очень тоже понравился. Вообще, я любительница посмотреть турецкие сериалы. Как называется? «Черная любовь», «Черно-белая любовь». Там много сериалов. Футбольная запомнилась, да, когда я вышла. Со спанией, что ли там. На левый фланг. У меня левая нога сильная, в кавычках. Ну, так же, как и правило, в принципе, ничего удивительного. А я Лаврентьев меня поставил на левую. Я такая, что мне там делать? Что мне там делать? Первая передача мне, я ее закосячила. Вот что мне запомнилось. Так, ну, с памятью у меня тоже такое себя. Поэтому особо так. Слишком много времени прошло. Много головой играешь, может быть, поэтому. Я почти все играю головой. Мы нашли причину. Да, вообще, обстановка была какой-то другой. Я была слишком маленькая. Все были такие взрослые уже рядышком со мной. Ну, и больше игроков было с моей команды. Или я с их команды. Как сказать лучше. И поэтому ощущалась я там гораздо спокойнее, что ли. Скажем так. Но ничего. Я тут тоже привыкну. Если меня вызовут в следующий раз. Что помню? Да. Как мы проспались на Ле Коровкиной завтрак. Вот это было смешно, конечно. Но и грустно. Расскажи подробнее. Ну, я поставила будильник. Телефон ночью, видимо, упал. И батарея из него выпала. Тогда еще были очень модные телефоны. С батареей. Он упал и не прозвенел. Все возвращались с завтрака, а мы только проснулись. Получили рюлей, так и начали. Конечно, обидно. Без комментариев. А жеребьевка? Еще обиднее. Когда все там было обидно, конечно, могли пройти дальше. Но, походу, не судьба была. Я тогда как раз первый раз вышла в основе. Первая секунда матча, что ли, была. Девочка. Не знаю, девочка ли это вообще. Как толкнула меня. Я летела дальше, чем видела. Не знаю, что произошло, но... 9-0 это, конечно, крупное поражение. Но они мощные. Что сделать? А мы были маленькие, хрупенькие девочки. Начнем с того, что я рада, что меня вызвали. Не знаю, что будет дальше. Надеюсь, закрепиться, скажем так. Было бы здорово закрепиться. Что будет дальше? Увидите в следующей серии. Выбежим это. Блин. Продолжение следует... Блин. Доброй. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...